МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие телезрители, поддерживаете ли вы отставку Ульяны Супрун? Ну и хотелось бы начать с небольшого включения. Наш киевский корреспондент Богдан Красавцев побывал на большой конференции и главы Министерства здравоохранения, и может рассказать больше о такой программе, которая называется «Доступные лекарства». Богдан с нами на прямой связи. Богдан, здравствуй, тебе слово. Вітаю студия. Программа «Доступные лекарства» дає можливість зі знижку або навіть безкоштовно отримати ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету другого типу. За словами Ульяни Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я, на сьогодні до програми внесені 239 медичних препаратів, 47 з яких для пацієнта є безкоштовними. Решту можна придбати зі знижкою від 20 до 85%. Щоб отримати пільгу на придбання медикаменту, необхідно мати рецепт від лікаря. До речі, невдовзі презентує МОЗ електронний рецепт. Що це таке, розкаже далі Ульяна Супрун. Це лікар може внести в комп'ютер або на планшеті саме ліки, які виписуються, ставить цифровий свій підпис, есемеска приходить пацієнту, пацієнт йде своїм телефоном і показує есемеску у аптеці і може отримувати свої ліки. У МОЗ констатують, що за результатами року роботи програми «Доступні ліки» кількість звернень до лікарів знизилася. Далі пропоную послухати заступника міністра охорони здоров'я України Романа Ілика. Виклик швидкої по самих мінімальних розрахунках обходиться державі біля 600 гривень. І якщо зменшився показник викликів більше, ніж на 17 тисяч, то в підсумку ми маємо економію більше 10,5 мільйонів гривень. Це ми не говоримо тут про госпіталізацію і затрати, які витрачаються державою на лікування цього хворого в стаціонарі. Програма «Доступні ліки» на сьогодні охоплює близько 7 тисяч аптечних мереж. Але не всюди діють преференції для пацієнтів, а тільки в тих аптеках, які вказані на сайті «Ліки.gov.ua» або ж ви можете ознайомитися з цим переліком у ваших медичних закладах. Студія. Спасибо тебе, Богдан. Вот такая небольшая информация для наших телезрителей по поводу программы «Доступні лекарства». Продолжаємо обсуждать тему возможного отстранения Ульяны Супрун. І хочу зачитати, що она сказала по поводу цієї информации. Цитирую, це лучша реклама, що наша реформа йде в правильному направлі. Добавила, що самостоятельно уходить по своїй волі не збирається. І ми задаємо телезрителям, підтримують ли вони відставку Ульяны Супрун. І вам, як чоловіку, який непосредственно, я уверенна, з нею сотрудничав, тож задаємо цей вопрос. Добавила, що відставка, виконуюча об'язанності министра здравоохранения, це виключительно компетенція прем'єр-министра, і тільки він в праві приймати таке рішення. Тому, що такі іниціативи були нескільки раз і воносилися в Верховну Раду по поводу відставки, це і раніше було. Ми сподіваємо з міністерствами, не скажу, що у нас є якісь 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 сложності. Звісно, у нас, можливо, були якісь якісь робочі моменти, які викликали якісь якісь производственні недоразумення, але, тим не мене, у нас є конструктивна работа. Ми знаємо, Максим Степанов, глава Детської ОГА, не один раз обращався к Ульяне Супрун, і не зовсім доволений работой. Не то, що Ульяне Супруна, саме і міністерством. Так, у нас були, є вопросы к Міністерству здравоохранення. Це касається, прежде всего, обеспеченість нас вакцинами. Прежде всего, коли у нас корь була, у нас всередині стала така проблема, і ми требовали від Міністерства, щоб нашу потребність покрыли цими препаратами. С іншої сторони, у нас сьогодні существує острая необхідність в стресах екстреній профилактики таких заболівань, як столбняк, ботулизм. І це теж виключно знаходиться сьогодні в компетенції і можливості Міністерства здравоохранення. І ми по тому поводу дійсно введемо активну роботу, для того, щоб вони приняли определенні меры по обеспеченню нашої території, не тільки нашої території, цими препаратами. Я скажу, є різне мнення кисто відставки. Ульяна Супрун, хтось підтримує, хтось нет, хтось говорить, що Ульяне потрібно поставити пам'ятник, тому що вона провела вот це і проводить медицинську реформу. Хочу сказати, що глава Комитету Верховної Ради, Ольга Богомолец, теж підтримувала, можливо, ставку. І у себе на страниці Фейсбука она написала претензії к ряководству МОЗ. Українською мовою. Вимирання українців прискорювалося. Близько 70 тисяч медики виїхали за останні роки за кордон. То є, здесь дуже багато пунктів претензій к МОЗ. Я не знаю, вправі ви, не вправі критикувати МОЗ? Возможно, є нюанси, які не встраюють вас. Критикувати треба всі структуры власти. Це стимулирує власть працювати більш ефективно. Тому, безусловно, всі вправі критикувати. То, що у нас в країні ухудшається демографічна ситуація і вистачує трудову міграцію за границей, то є процеси в цілому системні і закономерні. І це дійсно викликає безпокійство. Я тут согласен с Богомолецю, що цю проблему треба рішити. Але разве в цьому виновата Ульяна Супру? Я думаю, що в цьому це проблема системна, касається в цілому соціально-економічної ситуації в нашій країні. Ну і я думаю, що следует обратити на результаты голосування. Поддерживають відставку 58% і не підтривають. Уже змінилося, поки я читала. 54% підтривають і 46% не підтривають. Я пока произношу, меніються цифра, тому будемо следити в течіні ефіра. Хочу только добавити, що в Фейсбуці запустили флешмоб, і кожен може змінити свою фотографію в підтримку. Ульяна Супруна, це к тому, що мнения дійсно дуже разні. Переходимо к другим новостям. Це дійсно не саме головне. В Україні стартовала національна кампания «Доктор для кожной семьи». Мы пытаемся разъясняти телезрителям, що це значить, і як, собственно, підтримувати цю компанію. Ваші відношення, наскільки це позитивні змінення, і потрібні вони нам зараз? Це дуже добре, що потрібно підтримувати, дійсно. Це дуже важна кампания. В прошу року були приняты нескільки основополагаючих законів, які змінюють систему фінансування і підходи к алгоритму оказання медицинської допомоги в нашій країні. І першим етапом, 2018 год, це год первичні медицинської допомоги, коли формируються совершенно інші відношення між врачом і пацієнтом, між врачом і органом фінансування його діяльності. Главний принцип при формуванні цієї політики по выбору своєї врача є в тому, щоб кожен пацієнт, який підписує декларацію з врачом, вступає з ним в определенні договорні відношення. І за цей декларацією кожному врачу йде конкретна сумма денег, це 370 гривень, яка буде об'язувати цього врачу більш відповідно відноситися к нам, к пацієнтам. Якщо ми якимось не відповідні роботи цього врача, ми можемо себе вибрати другої врача, і, відповідно, дінеку того врача, з ким у нас була перед цим декларація, стане гораздо менше. Таким образом, у нас получається персонифіцірованна відповідна відповідність кожного врача за кожного своєї пацієнта. І це должно обеспечити нам совершенно другое качество медицинський сервіс в целому по країні. Але це насправді в інтересах кожного врача. Чем більше у нього буде пацієнтів, тим більше, що, відповідно, на нього буде заробна оплата. Ну, якщо врач возьмёт максимальне кількість пацієнтів на своє обслужування, то есть, якщо кожного пацієнта буде приносити з собою 370 гривень, то він выйдет на доход в місяц где-то 12-15 тисяч гривень, проти 3,5 тисячі, які він мається сьогодні. Тому в цій області між семейними врачами буде определённа конкуренція. Ну і там є ліміт, а не більше 1800, по-моєму, пацієнтів мається право врачу. Так, там, значит, 2000 – це терапевт, 900 – це педиатр, 1800 – це семейний врач. Ну, считається, що це... Але це не значить, що на це можна буде встановитися. Якщо це, допустим, город, то там, конечно, буде лімитично, тому що предложення со сторони медиків більше, ніж в селі. В сільській містності, якщо відбувається ситуація, коли не вистачає врачей, але треба обеспечити соответствуючий объем медицинської допомоги, то там будуть допускатися исключения, і врачи будуть набирати ровно стільки, скільки позволить їм обеспечити соответствуючий объем роботи. Це дуже добре, тому що це позволить нам таким образом мотивувати спеціалістів, які сьогодні будуть в Одесі, які можуть остатися без хороших доходів, на те, щоб вони ехали в сільську містність і могли там, в общем-то, реалізувати себе, заробити грошу практику. Скажіть, при каких условіях пациент не може разорвати цю декларацию з врачом? Нету ограничення. На сьогоднішній день нету ограничення на количество разрывок декларации. Ми не рекомендуємо разрывати декларацию. Якщо нам не нравится декларацію, то ми просто можемо задекларувати нового врача і таким образом получить другого спеціалісту. Формирується так називається тройной треугольник взаимоотношений. Врач-пациент, пациент лечебного учреження, в котором он работает, в котором есть лицензия на медицинскую практику, или врач, если он имеет сам лицензию на определенный вид медицинской помощи, он может самостоятельно, как и другое лечебное учреждение, заключать контракт с Национальной службой здоровья Украины, которая является основным финансовым органом, который будет как раз обеспечить транзит этих денег непосредственно на врача. Поэтому, изменяя врача, просто-напросто электронная система автоматически меняет направление денег к тому или иному специалисту. Что будет с теми пациентами, которые не хотят подписывать декларацию с врачом? Это абсолютно добровольно. То есть, здесь вообще нету никакой срочности и гонки. Компания стартовала 1 апреля, но это не значит, что у нас закончится в мае, в июне, все. Нет, 3 этапа, это больше для лечебных учреждений, потому что лечебные учреждения должны привести, им дается 3 этапа, когда они могут привести себя на немножко другую форму субъектов хозяйственной деятельности. Они сегодня в основном в своем коммунальном учреждении, но для того, чтобы они могли работать в этом проекте, им нужно перейти на некоммерческие коммунальные предприятия. Таким образом, они смогут заключать контракты с Национальной службой здоровья Украины. Я вижу в этой кампании позитивный момент. Это то, что у врачей будет здоровая конкуренция. В принципе, мне кажется, уйдет какое-то хамство и много-много момента. Возможно, даже коррупция наконец-то у нас исчезнет. Какие негативные последствия или моменты могут возникнуть из-за, как минимум, неопытности нас в этой сфере? Мы все должны понимать, что вся политика в этой области, которая сегодня в государстве формируется, она создает определенные инструменты, которые нас должны мотивировать, стимулировать на то, чтобы мы пользовались максимально этим видом медицинской помощи. У семейного врача, у педиатра или у терапевта только у них будет и эксклюзивное право на выписку тех же бесплатных рецептов, которые сегодня идут по программе «Доступная медицина». Это очень важный момент, и это очень особенно для... Потому что это обеспечивает, в общем-то, стабильность сопровождения этих пациентов. И 80% случаев, которые сегодня возникают у нас с проблемой со здоровьем, могут решаться как раз на этом уровне. У семейного врача, терапевта или педиатра будет только право выписывать больничные листы, выдавать справки и другие вещи, которые нас как сопровождают в нашей повседневной жизни. И таким образом мы будем стремиться искать того специалиста, который нам обеспечит вот эти все наши удобства. Мы можем не пользоваться этой услугой и вообще не находить семейного врача. Но тогда мы будем вынуждены переходить в старую форму взаимоотношений, непосредственно прямых финансовых отношений с врачами, первичного в том числе звена, для того, чтобы получить те или иные инструменты. Конечно, мы все равно будем вынуждены заключать переходить на эти отношения. На каких основаниях врач может разорвать декларацию с клиента, пациентом? К сожалению, сегодня этот процесс еще не отрегулирован. Единственное ограничение, которое сегодня есть, это ограниченная численность пациентов, которые он может взять на себе на обслуживание. Это, ну, там сложные юридические моменты, которые должны строить, в общем-то, взаимную ответственность пациента к врачу. У нас, к сожалению, в стране эта область не очень хорошо отработана. Переходим к другой теме. Одесский вариант телемедицины могут взять за основу для всей страны. Итак, есть ли первые какие-то результаты уже Одесской телемедицины? И как сами жители области отзываются об этом новшестве? Ну, первый элемент такой, это презентация, будем так сказать, нашего видения этого проекта, это было в окнах, когда мы презентовали как бы законченную модель сельского района, где были реализованы моменты телемедицинского сопровождения пациентов. Телемедицина состоит из двух компонентов. Телеметрия и телеконференция. Телеметрия — это когда параметры здоровья нашего организма дистанционно откуда-то, куда-то передаются. Вот этот момент мы реализовали сегодня очень эффективно. И за счет того, что мы дали мобильное устройство фельдшерам, которые могут собирать показатели здоровья, там, кардиограмму, там, аускультацию и другие, там, показания, вот, и передавать дальше, это дает возможность специалисту экспертного уровня областного оценить эти параметры и организовать хорошую телеконференцию по консультированию этого пациента. И я скажу, что сегодня у нас возникает проблема в специалистах уже даже на небольшом этапе, то есть возможность обработки этой информации. И мы специальности, когда открывали единую диспетчерскую службу, показывали, что там организовался центр, который будет круглосуточным в варианте принимать. Ну, к примеру, Окнянский район в сутки сегодня дает от 15 до 20 кардиограмм, которые требуют определенной, там, экспертной оценки, а у них специалистов таких нет. Только один район, а когда у нас 26 будут давать, то есть массив информации будет очень большой, и мы сейчас строим такие институты, которые сможет с этим активно работать. То же самое касается и других, там, исследований, которые мы будем подтягивать по телемедицине. Поэтому эта услуга, она устойчивая, она востребована, прежде чем в медицинской среде, и мы ее будем дальше развивать. Я думаю, что в этом году мы сделаем законченное решение. Я рассказывал в Министерстве здравоохранения о нашем проекте. Он получил уже одобрение, в принципе, экспертами Всемирного банка. Я думаю, что мы сделаем какое-то правильное, комплексное, такое вот понятное для всего населения решение в этом году. А есть информация, что наш опыт, одесские, хотят реализовать по всей стране. Насколько это правда? Ну, сказать, что это какая-то официальная информация, которая каким-то образом документально закреплена, нет. Но то, что мы с нами проводятся определенные консультации, и случается наш опыт для того, чтобы его потом имплементировать по всей стране. Ну, мы только стартовали, у нас еще есть много моментов, которые нужно доработать, то это да. Ну, это действительно. Ну, к примеру, могу сказать, что много говорилось о том, что канадский опыт может быть у нас интегрирован. Ну, это очень дорогой продукт. Наше решение более прагматичное. А в чем разница между канадским и нашим? Канадский продукт, который там реализован в штате Онтарио, это больше, я бы сказал, образовательный продукт для врачей и для населения. Мы же хотим создать продукт, который позволит нам обеспечить дистанционное сопровождение наших пациентов. То есть коллеги из других регионов интересуются опытом Одессы и области. Есть удачный, я думаю, проект, пример. Это вот БИСМАРТ, образовательный проект Максима Степанова. Вот в этом уже случае пользуется популярностью по всей стране. И вот хотелось, чтобы и далее Одесса давала всем пример. Ну, это симметричный проект. Ну, во-первых, хочу сказать, что Максим Азиньевич, он очень креативный человек, да, и все современные проекты, которые возможно реализовать, он очень поддерживает. И это нас стимулирует, в общем-то, воодушевляет, стимулирует в дальнейшей работе. Есть еще один позитивный проект, это единый диспетчерский центр экстренной медицинской помощи, который открылся две недели назад. Итак, спустя две недели после открытия, какие результаты вы уже увидели, но интересуют как позитивные результаты, так и негативные моменты и ошибки, которые вы подметили для себя. Позитивный результат то, что проект сегодня обеспечивает нам более качественное сопровождение работы всех наших машин, которые сегодня уже работают в рамках этого проекта. Мы на этой неделе подключили еще два района, Беляевский и Видеопольский. Вот, с учетом того, что у нас уже было Одесса, Южный и Черноморск, по сути, сегодня можно сказать, что там почти две трети населения у нас охвачены этим сервисом. Сложности возникают, как в своей работе, это прежде всего технический запуск каждого определенного района, безусловно, там требует определенных усилий со стороны и Укртелекома, и наших. С другой стороны, это требует совершенно других квалификаций и навыков персонала. То есть это надо обучать, нужно заново со всеми передовариваться. Да, людей нужно учить работать по-новому, с новыми алгоритмами, с новыми стандартами. Но я думаю, что сейчас говорить о какой-то аналитике рано. Мы можем к этому вопросу вернуться не раньше июля месяца. С другой стороны, те обещания, о которых мы говорили, мы сейчас активно дооснащаем машины скорой помощи. Я думаю, что в ближайшие 2-3 недели мы полностью решим проблему с возможностью снятия кардиограмм нашими бригадами скорой помощи. Практически все машины у нас будут обеспечены электрокардиограммой с телеметрическим компонентом. Это позволит нам минимизировать количество пропущенных инфарктов. Это очень важный момент. И, соответственно, это позволит нам более эффективно использовать наши ресурсы. Безусловно, за 2 недели подводить итоги еще рано. Но, тем не менее, я так думаю, что в целом вы довольны работой этого центра. Да, в целом я доволен. Решаются 2 проблемы. Первое. Мы абсолютно всегда имеем объективную информацию о том, кто, где, как и кому оказывал медицинскую помощь. Это наша юридическая защита. И в случае, зачастую, неправомерных наших обвинений, потому что мы некачественно выполняем свою работу. Вот это дает. С другой стороны, это позволяет более эффективно управлять ресурсами, экономить затраты по содержанию нашего парка автомобиля. И все, то есть у нас транспорт не катается без причины с одного конца города в другой. То есть это обеспечивает. И, соответственно, сокращается самое главное время приезда к пациенту. То есть от момента получения вызова и передачи вызова бригады приходит буквально там до одной минуты. Да, и это позволяет очень быстро скоординировать экипаж и отправить его непосредственно к пациенту. И спасти не одну человеческую жизнь. Ну, да, я думаю, что это... Ну, мне трудно сказать, спасли мы больше или меньше, но я думаю, что это качество мы почувствуем чуть-чуть попозже, когда мы охватим всю область. Итак, переходим к нашей любимой теме. Это сыворотки вакцины в Одесской области. Это вообще отдельный блок, который можно долго обсуждать, но тем не менее. В Одесской области зафиксирован новый случай ботулизма. Если их будет больше, сможем ли мы спасти людей? Ну, по этому случаю. Случай был поставлен клинический. К сожалению, лабораторный центр, который является в починении Министерства хранения сегодня, не проводит анализы для того, чтобы мы получили лабораторное подтверждение. Да, но был мужчина, там, по-моему, несколько дней назад. У него все нормально. Ему ввели ботулизмическую сыворотку, и он, по-моему, уже или выписан, или готовится на выписку. Вот. Проблема действительно актуальная, потому что те оставшиеся 13 ампл, которые сегодня в синекционной больнице, у них срок годности весьма ограничен. Скоро станет вопрос, а что дальше? Буквально на прошлой неделе я поднимал эту тему перед Министерством здравоохранения. На складе Укрвакцины есть какие-то препараты. Они обещали все-таки раздать их по регионам, для того, чтобы мы создали какой-то свой запас. Мы добиваемся того, чтобы все-таки Министерство здравоохранения реализовало возможность одноразового ввоза этих препаратов в Украину, для того, чтобы мы обеспечили свои стратегические потребности. То есть мы не снимаем напряженность в этом плане. Насколько я знаю, вспышка ботулизма ожидается именно летом у нас. Ну, говорить о вспышке ботулизма, наверное, нельзя, потому что эпидемия ботулизма не может быть априори, потому что он не передается человеку к человеку. Да, он только заболевание возникает при употреблении неправильно консервированных или сохраненных продуктов. Но то, что к лету создаются более благоприятные условия для размножения ботулизмической палочки, действительно так. Напомните, какая в прошлом году была ситуация с ботулизмом? По-моему, у нас было 5 или 6 клинических случаев. По-моему, два случая мы трактовали смерти, связанные непосредственно с этим заболеванием. Это было весной прошлого года. Что съели эти люди? Это была рыба, да? Я очень много... Это было бы тому назад. Ну, рыба является одним из источников, да, то есть неправильно вяленые рыбы. Но это могут быть любые. В данном случае, если мы говорим о том последнем случае, это был мужчина, который ел консервированные домашние грибы, да. Но до конца недообработанную, термическую обработку не прошли. Так что будьте осторожны, когда употребляете консервацию или вяленую рыбу. Продолжая тему вакцины, я знаю, что Одесская область наконец получила 20 тысяч доз вакцин от кори. Писал, писал Максим Степанов. Несколько раз обращался в Министерство здравоохранения Украины. Как сейчас вообще ситуация с кори состоит? Я хочу сказать, что мы в прошлом правгоду, и я горжусь этим, я горжусь с своими коллегами, провели колоссальную работу по поводу прививочной кампании против кори. И мы достигли устойчивых результатов. Сегодня у нас порядка 98% детей привиты от кори. И это дает нам... То есть мы сформировали в Одесской области устойчивый коллективный иммунитет. Но устойчивость требует поддержания ежедневно. Потому что каждый день появляется новый ребенок, которому нужно делать новую прививку. И это требует, чтобы у нас был какой-то прогнозированный запас препаратов. И мы получили 20 тысяч доз. Мы благодарны тем регионам, которые когда-то было плохо, помогли и с нами поделились. И этих 20 тысяч доз нам должно хватить до лета. Это был первый транш этих препаратов, которые ЮНИСЕФ завозил в Украину. И обещают в течение года обеспечить полностью нашу потребность в этих препаратах. Для того, это мы сегодня говорим уже просто о плановой работе. То есть детей, которые там нуждаются прививкой. Сейчас стоит острая проблема, нерешенная на законодательном уровне и наличие препаратов для взрослых. Да, потому что мы детей-то привили. И у нас получается, что основные те дети, которые сейчас болеют, их немного, там не дети даже, люди болеют, это в основном, или дети до одного года, которые по старому календарю не попадали. И сегодня рассматривается вопрос смещения календаря прививок, чтобы можно было делать 8-9 месяцев. И взрослые, к сожалению, а у нас в этом году было два смертельных случая в начале года, когда у нас был, это были в основном взрослые, которые тоже нуждаются в прививке. Сегодня в сети нет доступности прививок против кори. мы уже стабилизировались, и мы уже смотрим на другие регионы, понимая, что у них сейчас эти проблемы выходят на первый план. Вы знаете, сейчас Закарпатье, в общем-то, очень активно увеличится количество заболеваний. А мы будем помогать им, если у них сложится еще больше ситуации? Если они попросят, мы, конечно, поможем. Помогать нужно, это нормально. Вот. Но пока что, в общем-то, у них острой необходимости в этой... Нет. Если нужно будет, мы поможем. Сейчас, кстати, упросилась система после того, как мы начали бить в колокола. Минздрав упросил систему обмена препаратами между регионами. И какая ситуация с гриппом и ОРВИ? Мы выходим из сезона, и у нас сегодня ситуация абсолютно благополучная. Поэтому те инфекции, которые мы можем отнести к гриппу и ОРВИ, они сегодня, в общем-то, у нас на уровне сезонного минимума, я бы так сказать. То есть в целом со всеми заболеваниями стабильная обстановка сейчас в регионе, и если что, вакцины у нас тоже есть. Мы выходим из сезона респираторных инфекций и плавно приближаем к летнему периоду, когда мы будем входить в кишечную инфекцию. Вот так. Такая эпидемиология. Ни одного сезона без заболеваний, к сожалению. Ну что ж, предлагаю смотреть, как проголосовали наши телезрители. Внимательно следило весь эфир за этим. Голосование активно менялось, телезрители поддерживают отставку Ульяны Супру. Ну что ж, будет видно. Вам, Вячеслав, говорю спасибо за участие в эфире, за то, что ответили на все наши вопросы. Напоминаю, что директор департамента охраны здравоохранения Одесская ОГА отвечал на наши вопросы. Меня зовут Анна Грыни, вместе со мной работал Евгений Салтан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова